Новости на восьмом. А значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами Александр Масликов и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Новый и современный. Во Владивостоке началось строительство перехода на улицы Олега Кашевого. Балки подрядчик уже заказал, то есть там срок изготовления 2,5 месяца. Машина времени. На бюджетные средства во Владивостоке восстановили особняк 19 века. Мы, Владивостокская приморская компания, получили серебряный диплом по реставрации, воссозданию облика этого здания. Посмотри на Владивосток. Рыбаки, туристы и продавщица Пенсе стали героями проекта. То есть участвовать могут все, кто хочет поделиться взглядом. Это интересно. Чем больше участников, тем сильнее конкурсность. Также в выпуске потребительские лишения. По решению суда популярный во Владивостоке рынок закрыт для посетителей. Еще раз скажем, охота началась. Япония с июля будет заниматься промыслом китов в коммерческих целях. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. В июле в России вступают в силу сразу несколько законов, которые коснутся всех россиян, в том числе и приморцев. Так, с июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков. Теперь деньги покупателей нельзя вкладывать в строительство. До сдачи квартиры их будет хранить банк. Нововведения ждут и тех, кто уже решил жилищный вопрос. Вырастут тарифы ЖКХ в связи с повышением МДС. Автомобилистам стоит знать, что заканчивается соглашение о заморозке цен на топливо. Еще одна новость для автомобилистов. Теперь страховые компании обязаны указывать на сайте информацию о том, что они не могут заключать новые договоры ОСАГО. Причиной для этого может быть, в частности, отзыв лицензии Центробанком или превышение лимита проданных полисов. Что касается воздушного транспорта, россиянам запретили летать в Грузию напрямую. 8 июля вступит в силу указ о запрете пассажирских авиаперевозок в Грузию. Также обнулили НДС на авиаперевозки в обход столицы. Теперь авиаперевозки, минуя Москву, будут несколько дешевле для авиакомпаний, чем через Москву. Увеличиваются пособия по уходу за детьми-инвалидами. Неработающие родители и опекуны, воспитывающие детей-инвалидов и ухаживающие за инвалидами с детства первой группы, теперь будут получать повышенную ежемесячную выплату. Теперь размер пособий составит 10 тысяч рублей вместо 5,5 тысяч. Это почти двукратный рост. Начинает работу закон об ипотечных каникулах. Ими смогут воспользоваться те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Максимальная продолжительность каникул – 6 месяцев. В течение этого времени можно платить меньше, чем указано в графике платежей, или вовсе отказаться от выплаты по ипотечному кредиту. Гостиницы станут звездными. Все гостиницы, фонд которых насчитывает более 50 номеров, должны будут иметь свидетельство о присвоении им того или иного количества звезд. Заниматься гостиничным бизнесом без такого свидетельства подобным объектам будет нельзя. И в продолжении законодательной темы. Министерство здравоохранения России предложило законопроект. Оно вносит ряд поправок в порядок проведения профилактических медицинских осмотров в вузах, техникумах и должен служить для выявления ранней наркомании, сообщает Реа Влад Ньюс со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов. В медосмотр студентов предложено включить обязательный анализ на такие наркотические вещества, как производные каннабиса, опиаты, амфетамин, кокаин, метадон и некоторые другие. Отмечается, что в случаях, если проводящий осмотр врач-психиатр-нарколог заподозрит, что студент находится в состоянии наркотического опьянения, анализы будут отправляться в химико-таксилогическую лабораторию для проведения подтверждающего теста. Повторим, цель законопроекта Минздрава – раннее выявление наркомании и взаимодействие образовательных и медицинских учреждений. Популярный во Владивостоке рынок, больше известный среди приморцев как рынок на спортивной, закрыт для посетителей. Территория по периметру огорожена железным забором. Основной вход на рынок остается открыт, но продажи закрыты. Лишились жители региона не только вещей, но и парикмахерских, а также нескольких точек питания. Как оказалось, по решению суда на часть объектов был наложен запрет. Судебным приставом поступил исполнительный лист о запрете эксплуатации части рынка на спортивной. В частности, запрет введен на территории, которые расположены между торговыми центрами «Кристалл» и «Виктория», на объекты, расположенные в районе улицы Спортивная 1В, а также между улицами Фадеева 1В и Фадеева 2Д. По предварительной информации, запрет будет действовать до конца лета текущего года. Что именно стало причиной такого резкого закрытия самого известного рынка в Приморье, выясняют наши корреспонденты. Более подробно о ситуации расскажем в ближайшем выпуске программы «Оперативная съемка». В Приморье полицейские задержали подозреваемых в серии хищений автомобилей под возврат. Установлена причастность фигурантов к 10 эпизодам противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 4 миллионов рублей. Заведены уголовные дела на задержанных. Это были жители села Степное 21 и 22 лет. Один из злоумышленников подыскивал во дворах домов припаркованные автомобили, оставленные без присмотра и не оборудованные охранной сигнализацией. Затем транспортное средство угонялось к месту отстоя. Гаражные боксы, арендуемые в селе Степное. Через некоторое время подозреваемый выходил на связь с потерпевшим и за выкуп возвращал ему транспортное средство. После был вовлечен в эти темные дела его соучастник. И уже вместе они совершили кражу дорогого внедорожника, который также вернули владельцу за выкуп в 200 тысяч рублей. В отделе полиции задержанные дали признательные показания, а также сообщили о ранее совершенных кражах автомобилей, которые вернули владельцам за вознаграждение. Кроме того, один из подозреваемых признался, что пытался похитить еще три автомашины, но ему не удалось довести преступный замысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Следственным подразделениям отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждены уголовные дела по статье о кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Похищенные фигурантами автомобили возвращены владельцам. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. И могут назначить до шести лет лишения свободы. К другим темам. Во Владивостоке началось строительство перехода, оснащенного специальными лифтами. Новый пешеходный переход на улице Олега Кашевого будет безопасным и удобным, а также улучшит движение на данном участке. Кроме этого, Виадук оснастят специальными лифтами, которые смогут использовать маломобильные граждане. Подробности у Катерины Матвеевой. Новый надземный пешеходный переход появится в районе домов номер 2526 по улице Олега Кашевого во Владивостоке. Его строят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная компания «Векторстрой» уже занимается заливкой опор будущего перехода. На противоположной стороне улицы готовят котлован. На балке подрядчик уже заказал. То есть там срок изготовления 2,5 месяца. Для избежания срыва сроков сразу после заключения контракта была заказана балка. Изготавливается она на Ходкинском судоремонтном заводе. Вот вчера в части производства работ вчера подрядчик залил фундаменты опор и лестничных сходов. В дальнейшем будет произведен монтаж стоек, на которые будет монтироваться балка. После введения в эксплуатацию надземного перехода на улице Олега Кашевого планируют убрать светофор. Это поможет существенно разгрузить транспортные потоки. А сам новый переход будет комфортным для маломобильных граждан. Тех, кто передвигается на инвалидных колясках. Здесь будут установлены специальные лифты. Срок производства работ до октября. Контроль производится независимой организацией, в том числе не только специалистами управления дорог, но и независимым строительным контролем. Благодаря нас, проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году во Владивостоке будут капитально отремонтированы 15 улиц. Работы на большинстве участков идут полным ходом. Это не только ремонт дорожного полотна, но и обустройство тротуаров, остановок общественного транспорта и других объектов прилегающей инфраструктуры. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Всероссийский молодежный форум «Восток» в Приморье завершает свою работу. Со дня старта форума его участники уже приняли участие в невероятном количестве мероприятий. Начался форум с дискуссий на самые разные темы. От развития регионов Дальневосточного федерального округа до актуальных для молодых специалистов тем. Формулы успешного стартапа, какие решения ищут инвесторы, корпорации, государства и общества, социальное предпринимательство, что и для кого создавать. И многие другие. Также на форуме работали 8 проектных лабораторий. Продажи, маркетинг, продвижение, продукт, социальное проектирование, финансы, лидерство и команда. На них проходили практические занятия, которые помогли протестировать проектные модели участников на реальных примерах. Прошли многочисленные мастер-классы по нетворкингу, креативному мышлению, актерскому мастерству для жизни, тайм-менеджменту, карьерному планированию и системному мышлению. Кроме того, мастер-классы и лекции проводят партнеры форума, крупнейшие корпорации и компании, которые расскажут свои секреты успеха. Всероссийский молодежный форум в Приморье, по мнению властей края, поможет привлечь молодые кадры в регион. Наша главная цель – это показать социально-экономические, в первую очередь экономические преимущества каждого региона Дальнего Востока. И что на территории Дальнего Востока можно развиваться, можно работать, можно заводить семьи, можно строить бизнесы. То есть можно делать абсолютно все. Для этого не надо переезжать в центральную часть России. Все можно делать здесь. Поэтому форум этот, он больше предпринимательский, он больше про социальное предпринимательство, про то, как занять свое место в экономике Дальнего Востока. К новостям Азиатско-Тихоокеанского региона. Пока в Приморье радуются выпуску первых косаток. И с Валеров бухты Среднее в Охотское море и с тревогой следят за остальными участниками первой в своем роде операции по реинтродукции китов, в стране восходящего солнца вышли на коммерческий лов китов на мясо. Японская китобойная плавбаза Нейсин-Мару и еще два добывающих судна отправились на промысел из порта Симоносеки в воды западной префектуры Ямагути. Еще пять судов помельче вышли на прибрежный промысел возле острова Хоккайдо. Эти действия последовали сразу вслед за официальным выходом Токио из состава международной китобойной комиссии. Коммерческим промыслом китов Япония не занималась 31 год. Добывать будут китов Минки, Сейвалов, Полосатиков, Брайда под предлогом того, что данные популяции пока не находятся под угрозой. Для предотвращения перелова агентство по рыболовству Японии установило квоту в 227 китов до конца года. 52 Минки, 150 Полосатиков, Брайда и 25 Сейвалов. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой. Самые знаковые события приморской столицы глазами фотокорреспондентов газеты «Владивосток». Выставка в честь юбилея издания открыта во ВГУЭС. Машина времени на бюджетные средства во Владивостоке восстановили особняк 19 века. Посмотри на Владивосток. Рыбаки-туристы и продавщица-пенце стали героями проекта. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Самые знаковые события приморской столицы глазами фотокорреспондентов газеты «Владивосток». Выставка в честь юбилея издания открыта во ВГУЭС. Машина времени на бюджетные средства во Владивостоке восстановили особняк 19 века. Посмотри на Владивосток. Рыбаки-туристы и продавщица-пенце стали героями проекта. В музейно-выставочном комплексе Владивостокского университета экономики и сервиса открылась фотовыставка с первых полос, приуроченная к юбилею газеты «Владивосток». Юбилейная экспозиция охватывает три десятка лет и затрагивает важнейшие события, произошедшие в приморской столице за эти годы. Тему продолжит Евгений Черемухин. Отправиться в прошлое Владивостока и вновь прикоснуться к памятным событиям, произошедшим в городе. Хронологический охват выставки с первых полос чуть больше 20 лет. Здесь вся новейшая история приморской столицы. От полуразвалившихся предприятий и обвершалых фасадов зданий в начале 2000-х до саммита АТЭС и последующей тотальной реконструкции приморской столицы. Такая подробная ретроспектива не вызывает удивления, если учесть, что авторы выставки – журналисты. И сделали ее не просто так. Она посвящена 30-летию газеты «Владивосток». Мы решили показать фотографии, которые некоторые на самом деле были на первых полосах, некоторые кадры отражают важнейшие моменты развития нашего города и его истории, а некоторые просто напоминают о том, как прекрасен наш город, и тоже это его история, только уже более что ли размытая. Примечательно, что выставку не стали разбивать на конкретные временные отрезки. По словам организаторов, это сделано намеренно, чтобы не навязывать гостю выставки впечатления от погружения в прошлое. Кстати, несмотря на солидный возраст некоторых снимков, все представленные кадры оцифрованы. Бумажные варианты, которые на пленке, мы решили пока не представлять в связи с тем, что это требует другого подхода и иметь другое качество. Большую часть фотографий в свое время делали именно в журналистских целях – осветить какое-то событие, подкрепить репортаж эффектом присутствия. Да и заглавный снимок для тиража тоже нужно из чего-то выбирать. Спустя годы некоторые из таких событийных кадров пригодились и в музейно-выставочном комплексе в ГУЭС. Я счастлив, что я работал и работаю с некоторыми из этих авторов, этих фотографий, в частности, с Алексеем Ворониным, со своим другом. И других фотографов я знал. И более того, мне очень нравится, что я вижу людей, которых я знал по жизни, которых уже нет, вот уже с нами. И мы видим их живыми, какими они были тогда, какими мы их запомнили. И вот благодаря тому, что наши фотографы запечатлели их на фотопленке, именно тогда еще, да, вот, и мы сейчас это все можем посмотреть. И я просто вспоминаю, благодаря им я вернулся в прошлое буквально на чуть-чуть, да. Выставка с первых полос продлится до 19 июля. А газета «Владивосток» тем временем продолжит рассказывать своим читателям о том, что происходит в дальневосточной столице и Приморском крае. Фотокорреспонденты газеты продолжат пополнять коллекцию событийных снимков запечатленной истории, зачастую уникальных. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Для некоторых жителей Владивостока, особенно автомобилистов, некоторые дни выдаются щедрыми на подарки. Виновники такой внезапной радости для горожан – ведущие радио «Лема». Каждый будний день любимцы радиослушателей ездят по улицам города на «Лемомобиле». А по подсказкам в прямом эфире горожане ищут, где припаркована машина. Обнаружив, получают заслуженные призы и памятные подарки за верность радиостанции. Проезжал на своей машине в сторону маяка, увидел вашу машину. Я слушал радио, сказали, не знаю, кто говорил в прямом эфире, что пробка большая на «Ершельде», ну, как всегда, в течение дня и вечером, и утром. А тут раз, пробка рассосалась, смотрю, вы стоите на видном месте, флаги, все, как бы увидел. В ходе акции, которая прошла на днях в приморской столице, сражаться автомобилистам Владивостока было за что. В пакетах от «Леммы» оказались вкусные мясные деликатесы от мясоперерабатывающей компании «Корбан», а также сертификаты в ювелирный дом «Иста». Кроме того, победители поджидал и сладкий сюрприз. Во время проведения акции «Леммомобиль» находился в трех разных точках города. От желающих найти его, как рассказали ведущие радио, не было отбоя. Особняк 19 века. Известный жителям и гостям города, как дом Лангелетье, на бюджетные средства восстановили во Владивостоке. Заказчик – федеральное учреждение агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Реставрационные работы обошлись в 67 миллионов рублей. Реставраторам пришлось полностью разобрать наружный слой старой кирпичной кладки фасада. Столетние необожженные кирпичи промерзли, выкрашились и не подлежали восстановлению. Тему продолжит Анна Бережная. Новая жизнь старинного здания. Особняк Лангелетье на улице Пологой восстановили во Владивостоке. Сложнейшую реставрацию исторического и архитектурного памятника по архивным документам и старым фотографиям начали три года назад. Реставраторы провели уникальную для Дальнего Востока работу. То, что мы сделали. Мы смотрели, лазили по стенам Кремля, в Казани лазили. Искали возможность решения проблемы замены этого кирпича. И изобрели или, может быть, старую технологию, или приснилось, даже не помню, вычинка так называемая, назвали эту технологию. То есть замена старого кирпича не только наружного слоя, но и промежуточного слоя. Для восстановления наружного слоя требовались именно исторические кирпичи. В отличие от современных, которые лишены жесткой кромки, старые не ломаются при распиле. Их привезли из Подмосковья. Для этого пришлось разобрать дома до революционной постройки. Чтобы придать особняку Лангелетье былую красоту, потребовалось 65 тысяч старинных кирпичей. Я могу сказать, что в прошлом году на фестивале, первом архитектурном фестивале «Архитектурное наследие» в городе Москве, в Манеже, около Кремля, центральный выставочный зал, где было представлено 54 региона, мы, Владивостокская приморская компания, получили серебряный диплом по реставрации, воссозданию облика этого здания. А еще недавно здание 1896 года постройки буквально рушилось на глазах. Терять красоту особняк начал еще в советское время, когда стал жилым домом на 8 квартир. Затем в 80-е годы в нем располагалась редакция газеты «Владивосток». А с 90-х, по иронии судьбы, общество охраны памятников истории и культуры края. Окончательно в упадок особняк Лангелетье пришел в 2000-х. Реставрационные работы обошлись в 67 миллионов рублей. Исторический вид зданию вернули не только снаружи, но и внутри. Реставрация проводилась за счет учреждения, федерального бюджетного учреждения культуры, агентства по управлению использованием памятников истории и культуры. И, безусловно, использование будет также в целях и для нужд этого учреждения. Вместе с вновь приобретенным обликом особняк, вероятно, приобретет и новое имя. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры организует экспертизу для присвоения зданию подлинного исторического названия. Дело в том, что нынешнее имя особняку присвоили, основываясь лишь на догадках, поскольку здание в немецком готическом стиле то и построено могло быть именно немцем, купцом первой гильдии и Аганом Лангелетье. Однако документы подтверждают, что в 1898 году, купив участок у француза Августа Минарда, построил этот особняк для сдачи в аренду самый крупный благотворитель в дореволюционной истории города, купец Михаил Суворов. И, возможно, именно это имя в дальнейшем будет носить отреставрированный особняк. Анна Бережная, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Рыбаки, туристы и продавщица Пенце стали героями фотоконкурса «Посмотри на Владивосток». 229 фоторабот представлено на выставке, где собраны победители проекта «Лук от Владивосток». В этот раз организаторы ввели новую номинацию, посвященную Дальнему Востоку. Тему продолжит Дмитрий Беломестнов. На этих снимках виды Владивостока с моря и с воздуха, а также герои городских будней, жители города у моря и его гости. В этот раз жюри проекта «Посмотри на Владивосток» отобрало 159 снимков столицы Дальнего Востока по количеству лет жизни самого города. Эти работы и вошли в итоговый седьмой альбом. То есть участвовать могут все, кто хочет поделиться взглядом. Это интересно. Чем больше участников, тем сильнее конкурсность и тем выше уровень. У меня мечта его поднять, конечно, не до уровня магнум. Это невозможно, я думаю, все же. Но чтобы альбома было стильно держать в руках и чтобы его хотелось покупать, чтобы он имел такой вес. Фотографы соревновались в семи номинациях. Архитектура, повседневность, события, море, дом детства, труженики моря и человек читающий. Все снимки были сделаны в течение 2018 года. И с первого взгляда на работы победителей становится ясно, насколько по-разному авторы видят город. Также на выставке представлено 70 фотографий в новой номинации. Дальний Восток от Чукотки до Якутии. Я узнала совершенно случайно из новостей, что Владивосток стал столицей Дальнего Востока. Я подумала, что это круто показать, частью чего мы являемся. Они многие имеют возможность путешествовать, особенно дорогими путешествиями, получается, по нашему региону, по нашим ближайшим регионам. Поэтому через фотографии увидеть, как живут люди и опять же сверить с собой, что у нас, что у других. Мне показалось, это интересно. Мы мои идеи поддержали и в эту номинацию прислали более 700 работ. В следующем году организаторы планируют немного поменять номинации, чтобы рассказать больше о Владивостоке с новой стороны. Вместо архитектуры появятся районы и кварталы, а море заменят острова и побережья. Также появятся такие номинации, как студенчество, старое и новое. Своё место займут музеи, галереи, театры. Фотоконкурс «Посмотри на Владивосток-2019» стартует с 1 января 2020 года. Принять участие могут все желающие, кто умеет делать хорошие снимки. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Увеличение пособия по уходу за детьми-инвалидами. Закон об ипотечных каникулах. В июле в России вступают в силу сразу несколько законов. Потребительские лишения. По решению суда популярный во Владивостоке рынок закрыт для посетителей. Новый и современный. Во Владивостоке началось строительство перехода на улицы Олега Кашевого. Машина времени. На бюджетные средства во Владивостоке восстановили особняк 19 века. Охота началась. Япония с июля будет заниматься промыслом хитов в коммерческих целях. Живые снимки. В столице Приморья открылась выставка, где собраны фото победителей проекта «Посмотри на Владивосток». На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы сможете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. 2 июля Владивосток отмечает свой 159-й день рождения. Он был основан как военный пост Владивосток в 1860 году, а спустя 20 лет получил статус города. Это конечный пункт Транссибирской магистрали, один из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна, главная база Тихоокеанского флота, а также крупнейший научно-образовательный центр Дальневосточного региона, включающий Дальневосточный федеральный университет и Дальневосточное отделение Российской академии наук. В 1991 году Владивосток открыли для посещения иностранными гражданами, а в 2015 году город обрел статус свободного порта. С 2018 года Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа. На веке Владивостокской истории смотрим вместе, прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Я желаю вам удачи, успеха и с вами был Александр Масликов. Увидимся на восьмом. Продолжение следует...